Возьмите плиту, как я и сказал. Каждая плита напротив каждой двери вот так вот вытягивается. Ну если надо будет для ревизии. Вот так. И затягивается туда. Вот так. Оп. Понял, а кто там писал, а как вы будете плиту поднимать? Вот так. И воно получается, мы уже тут. Бак воды набирается, уже набралось, не знаю, литров 900. Все нормально, все хорошо. Есть одно «но». Сейчас покажу, где это «но». Короче, готовимся к запуску. Хочем эту клетку запустить, потом другую клетку запустить. Ну, короче, поэтапно. Вода, как я и сказал, вон. Сейчас все расскажу. В самой яме, как все выглядит, вот так. Высота ямы в этом отделении метр пятьдесят. Метр сорок пять, метр пятьдесят, где-то так. Это самое глубокое первое отделение. И тут получается, как отстойник, нижняя часть. А там меньше яма. Ну, то есть уклон идет сюда. Я думаю, это показал. Бо сейчас будем ставить ее обратно. И пробовать запускать. И выключать воду, потому что уже набралось. Это я сделал выход. Сейчас вам покажу, чтобы было понятно. Подача воды. Вон идет по шлангу и по самой. Сюда. А воздух втягивать. И выходит вот сюда. Видите? Ну, тут не знаю. Тут, может, хочу пластмассовую поставить. Типа, чтобы ревненько так просто торчало. А хотя она и так видно. Ну, может, как видно не будет. То сделаю пластмассовую. Ну, эту капроновую трубу. Вставлю, чтобы видно было, что полный бак. Ну, вот уже почти полный. Сейчас чуть-чуть наберется и все. И будем выключать. Будем пробовать запускать. Так, друзьячки, вы видите, похолодало. А эти замочки не сделал. И, конечно, в середине. Чтобы вот зашел и закрылся. Значит, как я проводил саму воду. Кинул вот так пешки на быстрый монтаж. У меня вот эти же обрезки оставались из пешок. Я их использовал для трубы для воды. И вот так же, чтобы потом загинать и все. Сейчас спустить воздух. Видите, какой напор. Хороший. Это саму трубу, как я кинул. Как я закреплял вот этот швеллерок, пешку, этот крабик для поилки. Вытягиваю две пластины, пружину. На быстрый монтаж. Примерно вычислил, где у меня идет горизонтальный шов между швеллоком. Это верхний ряд. А тут один старался, чтобы между швеллоком вертикальный шов. А это горизонтальный. Ну, а тут тоже попадает на край швеллоком. Нормально. И четыре анкера пластмассовых. И четыре болта закрутив. И все. Это просто... Цю клетку будем запускать, не знаю, месяц аж через два. Ну, я же хочу, чтобы поэтапно было, допустим. Самые старшие, потом меньше и еще меньше. Чтобы месяц по два. Ну, у нас сейчас получается, эти, что мы сейчас запустим, на месяц меньше, чем барашкины. Ну, там месяц хвостиком. Ну, короче, сейчас будем запускать, пока те из трех свиноматок поросят усих. И вода, подача воды. Я закрепился, положил шлангу вот сюда, на шпильки с армопояса, что оставалось. И я вам скажу красота. Ось тут у меня висит. Будет висит. Ну, она трошки длиннейшая будет. А так у меня там шланга подключил. Набрало довольно таки быстро, пока мы там залезли, обслужили внизу, вимили все. У ямки, где же упал який ключик, бита, гвоздь, все повиметали. Ну, там буквально десять минут. И поставили плиту обратно. Вода уже и набралась. То есть быстро. Скважина, вода, иди хорошо. Там насос дебелый, и скважина, вода не заканчивается. Хорошая скважина. Я в свое время тоди пробил, и отлично. Ну, все. А так поїлки пошли туда покажу, как я там сделал. Уже холодно, поэтому надо все время закрывать. Ну, и сегодня или завтра, если будем в центре, то куплю сами защелочки и сделаю тут, чтобы всередину закрывать. А тут пока мы вот так тряпочкой обходимся. О, вот так. Значит, как я корито поставил, так, чтобы колитка в меня упиралась в корито, чтобы, если там, допустим, в какую-то виталку, а что, чтобы не выламывали мне колитки. Это первое. Потом корито закрепил арматуру, до арматури тяжко так приварил, развернул, натягнул, приварил до корито тута и с той стороны. И в стенку загнал две, три, где две арматурины тоже вшел, вычислил где шел, забил туда сантиметров 15, ушел и заварил. И все. Тута по креплению добавил на ножку косинку просто так, и все, больше ничего не делал. Ну, держится отлично, просто крепче получилось. Тут зробил кран, если мне надо перекрыть вообще воду, какую-то поилку поменять, а если мне надо третью поменять, то третья у меня там кран отдельно. Вот так. Ну, тута все, який у меня и был метод, все таки, ось выше ниже, сейчас опускаем на самый низ, тута вона тоже проходе, и все вот так. Все. Цей поилки три штуки я забрал, что у меня были запчасти разные, и знакомый мой хороший поменял мне, печки у меня не было, и пружинок двух штук. Привез меня, у него тоже дома там валялись, привез, и я забрал три поилки. А, и одну, я эту третью отдал, у меня вона разрезана сама трубка, отдал Артему, что помогал убирать тюльпана, он ее заварил, потом у него заберу и поставлю ее туда. Ну, мне там аж месяц, а через два надо. Как плита уезжает, вы видели, как вода набирается, все элементарно, легко, просто, просто хорошо. Вот и получается, вода есть, корыта есть, и за освещение. Я не знаю, мне надо сюда освещение, свет проводить, бо у меня там на щелях уже другий год, там света нема, ни розетки, ни лампочки, ни до ничего. То есть я там свет и не делал, мне он там и не надо. А тут я не знаю, может сейчас кину переноску пока эти жмали, из-под свиноматок лампу вот тут повесил, а так мне, наверное, оно и не надо будет ничего. Короче, все вот так. А это я себе лампу кидал на переноску, как тут и делал по темному, вчера с Викой уже доробляли воду, и, ну, подключил свет, чтобы светло было, потому что темнее рано, а мы вчера трошки тут допизна поробили. И там так само шпайлка, все работа. Единственное, что мне не нравится, это вот тут, как я перейшел, перейшел из Еврокуба на трубку, видите, как я там перейшел таким методом, и вот там подтекает под этим самым кольцом, венчиком. Оце не знаю, я надеюсь, что воно заелит, его там забьет, может там мусором, каким-то песком, ну, вот там он подтекает. Ну, оно то и надо, чтобы вода туда текла, хотя бы, хай даже и куб били, так ничего страшного, чтобы вода там была, ну, не знаю, я уже и попкой зажимал, и что только не делал, и все равно, вот так. Ну, короче, как и есть, так и есть. Вот так его, да. Чи так? Вот так, наверное, что. О. Как и есть, так и есть. Ну, короче, что, ось и все, пришло время, мне аж, если честно, не верится, что мы запускаем сюда первых поросят. Не верится, там они уже свиноваток аж поднимать, их уже много, у кого 13, у кого 12, их здоровые все таки. Килограмм по 9, по 10. Может даже и больше, чем по 9, по 10. Важить не будем, бо хочется уже и отдыхнуть от этого всего. Сейчас этот, бачишь, так как 5К. Ну, оно и, не знаю, может, тряпочку с солью положить, кажуть, тоже помогает. Ну, так на отоплении, в квартирах делать. А ну, напиши, что там сделать. Ось, давай, как я покажу точно, как там. Бачите, тут, а ось, у меня, ось оно течет отута, именно внизу на этой пробке. Не знаю, может, даже. Я уже и зажал так хорошо. Бачите, как я перейшел и все, и воды напор хватает. Все хватает, все хорошо. И так же, оцю перегородку я не усилював. Хотел усилить, зачистил тут, обварив хорошо. Думаю, никуда оно не динется. Если уже одеватимется, то потом буду что-то делать. А так, что мне? Ну, это по свету надо принять решение. Ну, я не знаю, он не нужен. И там, витяжки за эти, задвижки на витяжки делать не надо, потому что витяжки, если все закрыто, они должны тянуть. И тут аж их будет много, так же, если сейчас эта клетка, та, уже много, еще третья появится, то есть векна, единственное, что будем открывать, потом, как их будет много, их будут здоровые. Ну, короче, что, поехали туда запускать, а как запустим, подивимся, что они тут, ну и покажу самих поросят. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 будут, разберутся, кто в них главный. Им по-любому надо выяснить, кто в них будет тут керующий. Он, видите, стоит и уже пробует пить. Они не видели такую паюку, они пили с кастрюльок. И вот сейчас одно, другое, пятое, и вот так оно и нормально будет. Тут уже их запустили, это что я дверь открыл, и чувствуется уже тут тепло. То есть сарай уже тепло, утепленные стены, крыша, они надихают, лампу повесим, будет нормально. Из всей партии одного я побачил, что с поносом. Ну, это вот так есть. Начал много при свиноматке, сухой. Сухой корм, или в свиноматке уже поїв, ну, что-то такое. Вот так, как ОТ пытается, они все за ним будут повторять. Ну, то есть так, уже в ухо красные, покусанные. Сейчас, ну, представьте, три разных виводка из трех свиноматок. Конечно, они будут сейчас разбираться, кто будет из них, кто-то боссом, а кто будет в подчинении у них. Ну, это естественно. Там питают, много вопросов, а что они будут биться? Да перебьются. У меня уже знаете сколько раз было? запускают, побились один-два, да и все. И не таких маленьких. Такие маленькие, ничего страшного. А я и больше запускал, и бьются, посерьезнее бились. Да ничего страшного. Вон другая подошла, смоктанула до паёна. Дивись, покажи. Вот, бачите, нажало и поняло, что можно пить. И вы видите, они все-вси-вси-вси-вси почти одинаковые. Два или три таких мелковатящих, и то хороших. А так, все вот так. Тут они надо никуда какашечки их не высыпать, чтобы они в угол ходили. Чем хорошо, что я говорю, щелевый пол должен быть везде, максимально щелевый пол, а не так, только посерединки, потому что они ходят по надстянами. По надстянами ходитимы, если не будет там щелевого пола, будете сгребать лопатами. А так ничего делать не будете. Моя задача теперь контролировать у них поносы, следить, чтобы сильных поносов не было, вода в них не меняется та самая скважина. Вон уже пьют во всю Ивановскую. И насыпать корм, и все. И подключать раз. Ну, они пока маленькие, это раз в неделю, раз в дни в десять набирать. Ну от чего, от чего вон, от чего ты? Ну, смотрите, какие бобыли. Ну, килограмм двенадцать, а это реальных есть. Крупные, крупные, мы же трошки задержали их. Это им тридцать семь днём, да? Тридцать семь днём. Хорошие такие. Ось, в ухо покусанье, это же хочет быть главным. А потом, может, это же в ухо и опухать, отечность будет. Ну, от этого никак ты никуда не уйдешь. Так что, друзья, показал вам, как я перевел поросят. Сделали новоселье для поросят. Перебьются, перемелятся, перекрутятся. И в следующий раз уже будем опять запускать поросят в следующую клетку. Ну то уже совсем другая история. Всем пока, всем удачи, всем всего наилучшего. Хвосты вверх. Пока. Продолжение следует...